так а теперь мы пришли к теме которая хотите верьте хотите нет я вот в этой движухе я наблюдаю что в ней нет ничего статичного не все динамично знаете вот какие-то моменты какие-то вещи становятся для меня скажем важнее других вещей при этом я никоим образом не скидываю со счетов важность других это все равно что вот это вот извечная беседа где затык как правило вот все наблюдали это затык четверки подгребаем на четверка начинает быть затыком и так вот об этой четверке там такие вообще тары бары идут как будто блин четверка каким-то образом важнее второго и в 12 каждый абсолютно равен по своей важности и нет такого что вот этот шаг важнее другого но есть вещи которые со временем обязательно которых начинает как бы съезжаться внимание у меня был период какой-то не могу даже сказать что длительный когда мне были интересны вот именно инвентаризации я поймал себя на том что в какой-то момент мне на самом деле гораздо интереснее были даже не результаты инвентаризации сами по себе а скорее именно техника до тех пор пока я не поигравшись с разного рода вещами наконец-то видимо услышал то что говорилось мне ранее и понял это для себя что действительно техническим невозможно лечить духовное определенный элемент техники нужен без него никуда не деться ну только определены а потом был какой-то период когда 10 шаг был для меня одним из самых ключевых кстати хочу сказать сразу такую вещь одиннадцатый шаг был дан мне в самом начале выздоровления для было первое что было мне давно как инструмент значит у этого есть два две предтечи предтечи номер один она исторического порядка если вы возьмете в руки книгу доктор бог и славные ветераны и начнете читать вы буквально первой третьей этой книги обнаружите неоднократно о том что они говорят рассказывают о приходе новичков в сообщества и что первое что давалось новичкам это молитва внимательно сейчас и тихое время причем как ни странно тихое время говорим а по этим лишь тихо время контексте означает медитация тихое время у них даже они больше внимания акцентировали на этом чем на молитве это было первое что давалось и второе как мой спонсор объяснил мне вот эти вещи понимаешь это вот одна из тех вещей которая ну а это это дисциплина как научиться элементарный пример который я как правило всегда привожу надо придумать уже какую-то новую я все никак новую не придумаю гольф все знают игру гольф вот например не знаю как здесь полагаю что здесь тоже наверно можно но в америке ты можешь например пойти в магазин библиотеку накупить себе кучу видео по этому вещам насмотреться на ютюбе разных инструкционных тем начитаться книг который детальнейшим образом тебе все в диаграммах выложить и так далее и тому подобное ты можешь все это затереть до дыр но если ты реально хочешь научиться играть в гольф тебе придется в какой-то момент взять в руки эту клюшечку вообще набор этих клюшечек и идти на травку брать этот шарик и начинать учиться бить по нему и вот здесь вот здесь тем кто обычно называется у гольферов тренером становится твой спонсор ты начинает ему говорит что так ножки 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 здесь побольше чуть-чуть саду и спинку выпрямить да локоть расслабь кисть расслабь верни немножко бедро 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 если хотите это становится задача спонсора у нас потому что то что описывая как физическое у нас перенесите это просто в духовную и просто вот что это становится не было дана это дисциплина практику ты будешь забывать и будешь ты будешь косячить не важно продолжай практиковать хочешь стать в чем-то хорош вот вы сегодня разговаривали про изготовление цветов не хотите сказать что первый цветок которую вы взяли изготовили он был просто вообще произведение искусства я полагаю что они сейчас получаются лучше чем они были в самом начале не так ли за что не возьмитесь никто я не знаю никого кто пришел в любое дело каким бы вы не занимались сегодня и вот прям с первого раза прям вот все корифей звезда всего и вся практически везде был какой-то вот период научиться делать и делать это хорошо как чем вы думаете это отличается это фактически как духовный фитнес если я хочу быть из меня уже не получится но дело не будет это своего рода духовный фитнес туда находите гуляю вот откуда взялась концепция давайте-то в самом начале и у них то же самое почему здесь мне придется вернуться на одну секунду вот смотрите какая интересная книга я не иду сейчас к 11 шагу я беру гораздо более ранее кусок текста я думаю что мне надо зачитать вам потом поговорить об этом и как ни странно это гораздо раньше чем написание одиннадцатого шага чем значительно раньше мы на 49 страниц глава огнестики вообще правильный период мы огнестики те кто тут немножко владеет английским вы огнестики по моему не как быть агностиком вот это уж точно и так тысячи мужчин и женщин вполне земных заявляют открыто что с тех пор как они поверили в силу более могущественную чем они определили свое отношение к ней научились делать некоторые внимательно простые вещи в их образе жизни и мышление произошли революционные изменения не сказано что они сами достигли этих изменений изменения произошли представ перед гибелью и отчаянием перед полной утратой всех внутренних резервов они обрели новую силу покоя счастья у них появилось ощущение цели в жизни это случилось вскоре после того как они всецело выполнили нескольких опять же простых требований у нас требования забудьте вот эту хрень рекомендации в сообществе у нас дохрена рекомендации а в программе у нас нет рекомендации ну можно наверно приравнять к рекомендации следующее ты вот парашют мы тебе одели сейчас будешь прыгать да когда прыгнешь мы рекомендуем ты дернул за кольцом можно наверно так сказать если раньше кажущаяся бессмысленность их существования смущала и озадачивала их то теперь им ясно почему их жизнь была такой трудный даже если оставить в стороне вопрос о выпивке а теперь внимательно они рассказывают как произошли изменения в их жизни когда многие сотни вот постарай услышите вот это да я столько раз пролетал мимо этого когда многие сотни людей способны утверждать что осознание присутствие бога самое является самым важным фактом в их жизни это серьезная причина того чтобы приобщиться к вере еще разочек тут повнимательнее уже когда многие сотни людей способны утверждать что осознание присутствие бога не присутствие бога осознание вот это о чем вот это о чем добро пожаловать в пробуждение я постоянно теряю это осознание если оно у меня да но я его постоянно теряю и оно как всегда откуда как у Билла Уолсона если кто-то когда-нибудь внимательно читал историю Билла Уолсона рассказ Билла Уолсона то вы должны помнить несколько интересных вещей если вы никогда не обращали на них внимание я сейчас его обращу для вас к Биллу Уолсону приходит его друг Эбби и начинает с ним беседовать по поводу того что он видит что Эбби изменился он знает как Эбби пилл он не может поверить но Эбби красавчик Эбби трезвый Абби говорит ему о том что он наш ну он так у них называлось это тогда потому что это на самом деле в те времена было одно и то же что он обрел религию но Биллу становится интересно а потом если вы почитаете более внимательно вот позже в этом разговоре Билла вдруг у Билла на самом деле в момент этого разговора происходит духовное пробуждение если не верите я вам сейчас найду в тексте там пару мест которые идут когда читаешь ну явно это духовное пробуждение при этом Билл пьян замечу а потом сказано что все это смылось мирским озлоблением и всякой вот этой суетой и т.д. и т.п. у меня это даже может быть не столько мирским озлоблением сколько вот этой самой суетой за всей вот этой суетой хороший пример каким надо вот чем о чем надо было думать чтобы умудриться оставить сегодня в ресторане сумку ну явно я не был ни здесь ни сейчас ибо если бы я был здесь и сейчас я бы никогда ее не оставил где-то я куда-то там вот в своей голове уплыл с чем-то ну кто-то вот сказал что там действительно там пожилая женщина упала там грохнулась здорово ну опять это все звучит скорее как попытка как-то оправдать это факт остается фактом если бы я постоянно был здесь и сейчас постоянно вы что думаете если вы с Богом что-то где-то когда-нибудь забудете я уверен в вас если вы что-то где-то когда-то забыли оставили только это только потому что вы не были с Богом в этот момент вы убежали от него куда-то муж как дети малые ой птичка вам как попугайчики осознание присутствия Бога вот я вам скажу мне подкинул в свое время близкий друг моего спонсора человек по ней джейс стилет это если кто-то когда-то слышал я перевел спикерскую Билла Кривленда вот это спонсор Билла Кривленда джей у меня вот джей очаровательный совершенно дядька он вот реально очень высоко уважаемый историк анонимных алкоголиков несмотря на то что этого титула как такового нет ни у кого это не то что сообщество сказало ты будешь нашим официальным историком официального историка у сообщества нет но есть люди чьи вот чьи работы в этом плане очень уважаемые и он один из таких людей так вот он в свое время подпил мне несколько интересных фишек причем они обсуждались так как бы вместе с моим спонсором с вот с ним и его же у него жена тоже она наш человек Адгел ее зовут и вот он рассказывает он говорит ну во первых кстати одна из причин вот смотрите вы видите меня довольно часто засовывающим руку в карман у меня в кармане всегда есть какая-то фишечка всегда какая-то это может быть медаль я их меняю пенеотически вот это вот иконку которую мне подарил в одном из монастырей там отец Алексий господи ты боже мой из подоль они церковь перестраивали и под этой церковью когда перестраивали переделали нашли еще совсем старую церковь и это с какого-то оклада там снято вот такая старая-старая-старая затертая он просто подоем мне ее я ему в свою очередь подоем ее и я иногда таскаю ее с собой она у меня всегда в кармане есть что-то как только я засовываю туда руку во первых бог потому что на самом деле вот теперь мы и к молитве здесь как бы подгребаем да у меня вот с этой точки зрения у меня много молитв но у меня нет ни одной длинной молитвы если вам помогают длинные не вопрос эта тема вообще не обсуждается с точки зрения того что для кого работает это чисто индивидуальная штучка но у меня нет ни одной длинной мне это в общем-то было объяснено очень просто я не знаю как у вас а лично у меня я это наблюдал я пытался там что-то развивать в плане вот я на коленях я значит молюсь богу но как только у меня это становится чуть-чуть длиннее чем нужно у меня это начинает превращаться в инструкцию Боже не забудь поднести вот это пожалуйста сделай вот это дай вот это забери вот это не забудь про это да и т.п. только можно представить когда бог там стоять за этим подожди пишите ну серьезно поэтому у меня на самом деле мне вот меня все я все чаще возвращаюсь к тому что из всего этого богу от меня надо только боже и все он ничего другого от меня не надо но он в остальном он вообще-то в курсе когда анклиц однажды потрясающе сказал он говорит это самое важное слово в молитве нету слова важнее чем вот это слово все остальное это пустой шум как только вы произнесли это слово мы сделали сразу две вещи во-первых вы обозначили что вы в него верите поскольку коль скоро вы его позвали ну а что вы зовете того в кого вы не верите что-то как не очень понятно а во-вторых вы обозначили что вы в нем нуждаетесь после этого принц говорит неужели вы думаете что богу нужны какие-то дополнительные инструкции от вас что вы не в курсе что ли ну реально вот а вот у нас же так сейчас я вот с богом значит я сейчас ему объясню я представляю такой бог же он же старый да он там где-то на заваленьке задремал я такой боже а что вы решили что случилось да ты что ну я пойду разберусь а знаете это откуда я вам расскажу откуда я это оттуда откуда мой спонсор в свое время сказал мне он сказал мне он меня называет грешание когда я говорю грешание это это самое близкое с точки зрения перевода я вообще по-английски Грегори а он мне называет уменьшительно ласкательное будет Грэгги Грэгги это будет как грешание он мне говорит Грэгг он говорит бог создал тебя по своему образу и подобию а ты с тех пор почему ты усиленно пытаешься отплатить ему тем же он говорит я тебя очень прошу перестань это делать это о чем мы постоянно пытаемся навесить что-то человеческое на бога нет у него ничего человеческого он на то и бог может ли он конечно может но это не человеческое не надо приравнивать это к человеческому но ни в какой ипостаси это по определению высшая то есть выше чем я в этой хирархии это не человеческое это другое это круче а я постоянно ассоциирую это с какими-то вот своими пониманиями да ну он должен вот такой вот рукой нет ему точно совершенно не нужны мои инструкции поэтому я могу например элементарно совершенно элементарно я клянусь вам это бывало не раз я иду например где-то я не так давно где-то я не здесь в Индианаполисе я поехал куда-то а мне по маминым делам надо было съездить в офис там разбирались со страховкой вот я иду у них по коридору в коридоре в этот момент никого нет я не потому что даже я это сам просто ну при всем честном народе это не потому что я даже стесняюсь просто люди как-то удел вот хотел у нас вообще у нас в Америке вообще всем наплевать ты можешь хоть в пижаме идти в бигудях ну серьезно тебя дважды никто вообще не посмотрит у нас никого не впечатлить там расфуфыренным знаете как в России люди там в магазин надо пойти так мы уже и накрасимся и намажемся и там приоденемся и вообще на каблах так по-другому у нас блин вообще по моему в двух разных носках ну вот серьезно ну настолько у нас никто столько времени потратила без результата ну потому что никто даже дважды не посмотрит но тем не менее вот в этот момент коридор где я шел он пустой был вот не знаю что это мне вот все пошел дальше это не для него ему вот это нахрен не нужно а тем более я вам скажу я все больше уверен что я ему на коленях не нужен это мне это мне напоминание кто здесь бог а кто пьян и не более в этом нет никакого подхалимажа в этом нет это самое я никому не был у меня нет никакой необходимости присмыкаться это мое напоминание мне ему это нахрен не нужно а я тем более как я уже сказал не нужен ему коленях в длительное время я ему нужен в действии вот что я шел делать я шел в этот момент быть полезным маме прекрасно что может быть лучше это шикарный день у меня есть возможность быть кому-то полезным поэтому я вот на секунду вот так вот вдох выдох все бог я пошел дальше у меня дома во всех комнатах есть какая-то фенечка везде вообще в гараже где я курю у меня везде есть какая-то фишечка которая у меня ассоциируется я прошу сказать бог пошел в туалете у меня везде потом еще одна вещь которая говорит зовите его везде мне было сказано с самого начала привыкай звать бога с собой везде ну как что значит везде что и в туалет да и в туалет а что ты думаешь он хуже тебя это умеет делать везде вот привыкай звать его с собой везде притца рассказывает прикольнейшую вещь он говорит вот у меня уже по 30 лет трезвости я одна из дисциплин один из аспектов этой дисциплины мне очень понравилось улыбнуло меня один из аспектов этой дисциплины я всегда когда иду в магазин ну как правило идешь в магазин мы уже покупаем стандартные в основном вещи то есть мы знаем что мы будем покупать это мы приехали мы тут все по магазинам хотим пройтись посмотреть что у вас есть а вы уже знаете все что у вас есть вы как правило идете покупать вот это молоко вот этот хлеб вот этот сыр он говорит я каждый раз ко всему к этому подхожу я подхожу к полке с хлебом боже вот в моем состоянии здоровья покажи мне пожалуйста какой хлеб мне лучше всего покупать он говорит блять ни разу не дал мне ответ он говорит ну для меня здесь важна практика он говорит вот так же я подаю там какой сыр мне лучше купить ни разу бы не дал мне ответ но дело не в этом это возвращает мне вот нарабатывание вот этой дисциплины обращения к нам вот это о чем если вы хотите знать о чем одиннадцатый шаг вот он о чем и да нам даны нам даны набор утренних молитв кстати как объяснил мне в свое время мой спонсор люблю его всегда говорю это всем моим подопечным он сказал мне следующее в самом начале нашей работы по книге он сказал если в большой книге написано мы просили он говорит это скорее всего молитва он говорит но если там написано мы просили Бога он говорит это стопудово молитва вот ты просто запомни это потому что я считаю мы просили Бога ну они просили Бога да Это вот к разговору о том, что большинство из нас привыкли читать это как художественную литературу, вместо того, чтобы читать это как инструкцию к действию. Вот они написаны, мы просили Бога. Значит, я тоже, я теперь это мы. Я тоже, я прошу Бога. Нам дается утренний набор, нам дается дневной набор и нам дается вечерний набор. Но интересная штука там. Там дважды говорится об одном и том же. Несколько иными словами в одиннадцатом шаге, но тем не менее, дважды об одном и том же. Если Билл дважды говорит об одном и том же, да еще так близко друг к другу, ну вы знаете, я так вам намекну, что, наверное, на это стоит обратить внимание. Итак, о чем же речь? Сейчас мы найдем, где мы найдем. А вот здесь мы найдем. Вот тут мы и найдем. Так. Муж, извините, я опять на пялю свои окуляры. А то совсем что-то глазами тем. Кстати, никто никогда не задумывался, если вы читали большую книгу. Инструктаж одиннадцатого шага начинается со слов, ну, инструктаж именно сам непосредственно. Когда мы ложимся спать. Не находите это странно? Ну, как обычно, да, вот, если тебе как бы инструкцию к действию дают, тебе дают утро, день, вечер, правильно? А ну почему-то, когда мы ложимся спать. Никто не задумывался, почему. Вопрос. А что идет до этого? Вот, до этого что? Десятый шаг, правильно? А десятый шаг, это что? Это то, как мы живем наш день, правильно? День кончился. Вот почему Дил переходит, начиная эту тему с вечера. День кончился. Десятый шаг описывал, как должен пройти твой день. Для того, чтобы ты была, ну, духовно, так сказать, это самое. Итак, когда мы ложимся спать, мы там, кстати, слово конструктивно оцениваем свой день. Там идет набор вопросов, которые мы задаем себе, для того, чтобы посмотреть, на самом деле, насколько эффективно работал наш десятый шаг. В принципе, так-то проверочка. Потом идут молитвы. А вот на 84-й странице, вторым абзацом сверху, идет такое. Размышляя о предстоящем дне, мы можем испытывать неуверенность. Может быть, мы не способны решить, какие действия предпринять. Мы должны просить вдохновения у Бога, чтобы у нас появились интуитивные мысли и решения. Мы успокаиваемся и не нервничаем. Мы ни с кем, ни с чем не боремся. Мы с удивлением обнаруживаем, что при продолжении, ключевое слово, подобной практики, через некоторое время правильный ответ приходит сами собой. Буквально параллельно скакнули на 85-ю, а дальше следующее. В течение дня, если появятся сомнения или волнения по какому-то поводу, скажите, пожалуйста, а размышляя о предстоящем дне, мы можем испытывать неуверенность? Может быть, мы не способны решить, какие действия предпринять. А теперь, в течение дня, если появятся сомнения или волнения по какому-то поводу. А вы не находите, что это одно и то же, только сказанное разными словами вообще на минуту? Нужно остановиться! А кто вообще из них? Я не знаю. Может, вы какой-то другой мастер? Я не из тех алкаши, которые останавливаются, когда я не знаю, что делать. Я могу остановиться только, когда я знаю, что делать. А когда я не знаю, что делать, ну, все, поднимаем все село. Я тебе говорю, я, например, если бы жил в Барсе, я бы до тебя добрался бы. Я бы все окрестные села поднял бы, раком бы поставил. Всех созван. Почему? Потому что больше всего на свете я не люблю вот это состояние непонятное. Поэтому лично я должен, вот мой позыв, мой первичный рывок, да, я должен прорулить через него как можно быстрее, да, я должен расставить все. Так, сейчас быстро звоню ему, так, узнаем, так, разузнай мне вот это, так, ты, это, ты, тот, все, сейчас мы все быстро здесь разберемся, так, нужно что-то делать. Вот это, нужно что-то делать! Люди всего первого раздастся. Подожди, подожди, утихни, что? Не знаю, но что-то делать нужно! Вот это вот внутреннее позыв. Знакомо все? Причем я не знаю, как у вас, вот я специально вот это даже сейчас отребил таким образом, потому что у меня внутри это как крик. Вот серьезно, это настолько громко. Нужно что-то делать! А на самом деле, за всем вот этим стоит очень интересная вещь, абсолютно не свойственная к кому-алкоголику, как я. Мне сказано, если ты не знаешь, чего делать, ничего не делай. Остановись, обратись к Богу с просьбой показать тебе, что тебе надо делать, и жди! Знаете, что я обнаружил? Мой личный опыт. Я обнаружил, что если я действительно вкладываюсь вот в эти рамки и максимально стараюсь держаться в них, дохренища вещей решаются прекраснейшим образом без моего малейшего прикосновения к ним. Разумеется, это удар по моему эго. Я-то всегда полагал, что ничто здесь никогда решиться не сможет без меня. Как здесь ничего бы не стояло, когда бы не было меня. Была такая песня в Советском Союзе, если кто-то помнит. Вот. Кто хочет поучаствовать там? На самом деле, не я, а мое эго хочет поучаствовать. Да, да. Маленький вопрос, вопрос волнения. Корень страха волнения. Но страх у нас десятка. А волнение так и более тонкая, что ли, эмоция. Но она один стоит ей. И как я. А ты, ты пробовал когда-нибудь? Подожди одну минуту. Вот смотри, вот здесь я тебе порекомендую как раз не отделять десятку от одиннадцатого, а соединить их вместе. И я тебе сейчас объясню, почему. Есть такая книжечка «12 шагов и 12 традиций». У тебя это сейчас вызвало улыбку, ты знаешь, что здесь чем. Окей? Вот если ты почитаешь ее, прийди домой, почитай, если она у тебя есть. Если нет, настоятельно рекомендую найти. Там будет сказано, что эти две дисциплины в комбинации друг с другом создают абсолютно нерушимую базу для духовности. Они в каждой из этих дисциплин в отдельности очень важная и нужная штука, но вместе они монолитные. Я бы даже не стал здесь это разделять. Я волноваться-то начинаю почему-то, не потому что я сомневаюсь. Когда я не сомневаюсь, у меня нет волнений. У меня все волнения, когда я начинаю сомневаться. А сомневаюсь я когда? Когда я полностью не контролирую ситуацию. А ситуацию я не контролирую полностью когда? Да в большинстве случаев. Поэтому я постоянно сомнительно-волнительный. Надо быть на острове. Готовится какая-то засада. Неспроста же, когда приходят все, что к братьям-алкоголикам, что к братьям-алкоголикам, все наизмене. Так ведь? Все наши шуферы. Потому что мы так давно с этим жили. И это стало такой неотъемлемо честина, что мы этого даже не видим. Ну а те, кто с этим это знаком, когда они видят нас, ходят в лобу. Вы когда-нибудь видели алкоголика или наркомана, который может спокойно, спокойно сидеть? Все начинается. Знаешь, что это? Можно в догонку вопрос на ногу удержаться? Вот есть такая тема «любовь к неопределенности». То есть я раньше думал, что эти два слова нельзя поставить в одно предложение. Ну вот это что, она нарабатываемая или это то, что от Бога приходит? Вот раз как бы я люблю неопределенность. Можно я задам тебе вопрос? А это откуда? Потому что вот сейчас формулировку, которую ты дал, она мне даже как-то нравится. Но я не могу сказать, что я с этим знаком. Я со спонсором со своим общался лет, наверное, пять назад. И вот сетовал ему на то, что ты сейчас говоришь. Типа вот я должен все под контролем держать. Тут так, тут так, так. Так он говорит, слушай, ты хотя бы прими вот такую вещь за основу, что любовь к неопределенности есть такое предложение в русском языке. Оно бывает. И вот с тех пор я стал обращать на это внимание. И такое ощущение, что... Хорошая формулировка, между прочим. Я к этому двигаюсь. Хорошая формулировка. Я не знаю, если я, например... У меня первое, что я подумал, когда я услышал сейчас. Интересно, а я способен полюбить неопределенность? Это первый вопрос, который у меня будет. Я так думаю, не знаю. Не знаю, но я могу вам точно сказать, что я к неопределенности сегодня отношусь гораздо спокойнее. Именно на основе того опыта, который я получил в связи с тем, что как только я... Ну, еще раз говорю вам, в большинстве случаев, все, что нужно сделать, это просто подождать. Я подожду или вдруг... Не то, что какой-то ответ прилетит. Ладно бы ответ прилетал, бывало и такое. Не ответ прилетает. Круче. Вся тема решается. Без меня вообще. Вообще без меня. А у меня ведь еще, поймите, такую вещь. Мой спонсор всегда мне говорил... Тему я... Это все на самом деле... Смотрите, как все вот эти вещи, они вместе как бы увязываются, да? Он мне всегда говорил тоже. Лиша. Когда я приходил к нему с какой-то бурей, с каким-то... Он говорит, у меня там это сана, ах, ох, ох, у нас же вечно, да? Все, пиздец, все. Клиент уезжает, гипс снимает. У меня мы пропали. Он мне всегда говорил, Гриша, говорит, в конце концов, все будет хорошо. Если еще не хорошо, значит, еще не конец. Пример. Самый обыденный. Даже настолько банальный, что он... Я постараюсь его сделать, но относительно развлекательный, поскольку сама история очень скучная. Самая такая бытовая, скучнее. Сижу я как-то раз дома у себя в городе Индианаполисе, чем-то занимаюсь на компе. Вдруг в комнату входит мама. В комнату входит мама. У нее в руках нечто, что я вижу, выглядит как счет. Мама смотрит на счет, смотрит на меня. Смотрит на счет, смотрит на меня. Ну, понятно. Ма, я говорю, что там, что за проблемы? С нас, вон, больше денег за интернет стали брать. На 12 долларов. Ну, это, в общем-то, достаточно серьезный такой скачок. Ну, я понимаю, так, ну, а кто с этим будет разбираться? Ну, понятно, кто будет с этим разбираться. У меня сразу первая в голове. Первая мысль. Я сейчас позвоню. Начнется сначала. Нажмите 5, нажмите 8, нажмите 13, нажмите 24. Потом будет эта музыка, которая, вы знаете, эту музыку, за которую хочется просто... Да? Потом еще начнется, ты начинаешь разговаривать с одним человеком, рассказывающим всю историю. Человек, я вас сейчас переведу к тому, с кем вам надо поговорить. И ты этому человеку, ты рассказываешь эту историю еще раз. Я вам скажу, в старые времена я мог легко взорваться. Я вам скажу, я вам что, попугай, повторяю. Попугай! Я вам что, попугай, повторяю все? Вы друг другу что, не можете передать, что ли? Ну, я мог так, быкануть. А тут я стал молиться. Молюсь. Набираю номер, звоню. Все, как я предполагал. Нажмите это, нажмите то, музыка. А потом какая-то девочка вылезает на линию. Я обрисовываю ей ситуацию. Она мне говорит, мне надо вас перевести в другой отдел. У меня прям улыбка. Смотрите дальше. Там какой-то мужик берет трубку. Я ему обрисовываю ситуацию. Вы знаете, я ловлю себя на том, что даже повторяя ее второй раз, я ему что-то как-то спокойное, без эмоций. Я слышу, как он по клаве барабанет. А потом он говорит, ой, а вы знаете, мы им-то рассылали письма по этому поводу. А у нас, я так скажу, у нас дома почтой заведует мама. Я просто лентяй. Она любит там посидеть, разобраться. Я полагаю, что это, наверное, скорее всего, было в каких-то вкладышах, где-то. Мама просто отправила это, вы понимаете, по такому адресу. Что там, неинтересно читать. Оказывается, предупреждение было следующее. Вот этот план, на котором были мысли, у них этого плана больше нет. Но у них, они предлагают другие вещи. Я говорю, ну так, а что делать-то у меня теперь? Он говорит, слушай, у меня тут есть для тебя довольно прикольное предложение. Смотри, мы поменяем тебя с вот того, что было, да. И поскольку, говорит, ты вылетел с этого плана, да, и остался. Ты теперь просто как бы в обычном, да, ты никакому плану не приписан. Поэтому у тебя и ценник поднялся на 12 долларов. Вот я тебе скажу, что я сделаю. Говорит, у нас вот появился вот такой план, где, говорит, на самом деле скорость у тебя будет в два раза выше. Платить ты за него будешь на 10 долларов в месяц меньше, чем ты платил за тот. Фига себе, прикольно. Он говорит, а за то, что ты перешел на этот новый план, и как бы поскольку ты новый покупатель, я еще тебе вдобавок даю кредит на 25 долларов. В счет, ну, это закрывает вот эти 12 долларов, плюс это закроет там часть счета со следующего месяца. Ну, прикольно, да? А у меня к вам один вопрос. С чего все началось? Нет, да, все началось с плохой новостью, не так ли? Вы поняли, о чем я говорю? Мы понятия не имеем, что хорошо и что плохо. Но вот на этот момент мы выносим суждение о том, что это плохо. А что в этом было плохого на самом деле? Вот я поэтому, поэтому я теперь прекрасно понимаю, о чем мой спонсор говорил. Вот теперь ситуация разрешилась. И в конце концов все было хорошо, не так ли? А я-то думал, что конец концов, это когда мы получили счет на 12 долларов больше. А это далеко еще, это не конец. Вот простой такой вот обыденный пример. Наблюдаем за тем, как работает Бог. И я постоянно, постоянно должен себе напоминать, потому что мой мозг будет постоянно соскакивать. Боже, прости, забыл о тебе. Я не так часто сегодня натыкаюсь на ситуации, в которых я вот, ну, просто реально не знаю, что делать. Ну, такое бывает. И когда я натыкаюсь на такие, самое, знаете, ведь на самом деле, вот, серьезно, да, подумайте. Я полагаю, что это нашей масте свойственно, это свойственно, и я алкаша могу. Самое тяжелое для таких, как мы, это не делать ничего. Ну, и мы неизвестны своим умением терпеть и ждать. Это не являются нашими достоинствами, да. Кстати, демонстрация, вот такой косвенной демонстрации, мы всегда искали, что, кайфа. Кайф нам нужен как? Сразу, чтобы бум, сразу, да. Почему? Что, как алкоголь вливать, ждать пять минут. Я могу понять, братьев-наркомат, то ли дело, говорит, в вену, бум, три секунды и приход. Ну, потому что я хочу сразу. Я не люблю ждать, я не умею ждать. А здесь приходится подождать. А это, в свою очередь, я вам скажу, почему это стало ценным для меня. Когда мы переходим вот в эту ипостась наблюдателя, так или иначе, мы обязательно придем к пониманию, что все вещи на этой земле, все доедины, происходят не в наше время, а во время Божье. Просто периодически наше совпадает с его. Вот и все. Знаете, Богу для меня ведь только три ответа. Да и для всех вас только три. Он в этом, ну, вот именно в этом он достаточно однообразен. Вы знаете, что за ответ? Ответ номер один. На, получи. Ответ номер два. Еще не время. И ответ номер три. У меня есть для тебя кое-что получше. Вот и все. Он никогда не говорит нет. Только потому, что я не получил то, что я хочу. Я сегодня все больше убеждаю, что, как правило, это очень хорошо, что я не получаю то, что я хочу. В этом случае. Я в конечном итоге всегда получу то, что надо. А если бы я получал то, что я хотел, я бы, скорее всего, уже был в земле. Потому что, ребята, нас привело сюда всех, кто едил. Наше вот это вот абсолютно не обузданное и запредельное желание получать то, что мы хотим. Мы обнаружили кайф. Мы поймали кайф. Ты поймала кайф. Тебе было хорошо. Ты зарегистрировал это в своей голове. Как? Мне хорошо. Узнаем, как сделать, чтобы мне было хорошо. Тебе же было хорошо. Вот я хочу тебе сказать, что я не знаю никого. Я не успел тебе впервые рассказать. Я тебе просто сообщаю. Может быть, кто-то из ребят тебе уже сообщил. Я не знаю никого, кто к нам пришел, потому что дела шли хорошо. Я таких не встречал. А все начиналось-то как хорошо, да? Вот я получал то, что я хотел. Чуть-чуть за пузырем, да? Вот, вот он, то, что я хочу. А все ведь знают, да, вот это ощущение, что когда тебе хреново, да, даже вот с дозой то же самое, да? Барыга не обманул, принес. Ты пакетик только еще в руках держишь, да, марку вот эту. Тебе уже как-то легче. Ты еще даже не поставился, да? А уже вот как-то настроение прикрытилось, да? Да, да, да. То же самое с пузырем. Вот пузырь в руке есть, я еще не выпил. Но мне уже легче. Ух, облегчение. Я когда там? Не так давно, на самом деле. Несколько лет назад. Задал вопрос вот этому своему наставнику, которого 55 лет, Гэри Праун. Это не мой спонсор, не надо путать. Окей? Спонсор у меня один. Наставников у меня довольно много. Кстати, в английском языке, чтобы вы знали, потому что в русском взяли и перевели слово спонсор как наставник, между прочим. Где-то там в литературе это фигурит. Это неправильно. Я вам объясню. В английском языке спонсор – это спонсор. Согласитесь, что, да, уже похоже. А наставник – это ментор. Совершенно другое слово. Наставниками меня научил окружить себя мой спонсор. Он в самом начале пути сказал, никогда не клади все яйца в одну корзину. Он говорит, ну, твой спонсор – это всего лишь алкоголик. Раз. Окей? Это человек, у которого в жизни могут происходить иное количество вещей, так же, как и у любого другого. Он не всегда обязан быть тебе доступным. Слушай, я звоню, я что, как это он трубку не поднял? Понимаете? Вообще, как он мог себе позволить не поднять? Потому что это же я ему звоню. Но он тоже человек, у него есть задачи, у него есть дела, у него есть... А мой спонсор – достаточно занятой, дядька. Он говорит, окружи себя людьми. Слава богу, он меня привел, показал, с кем мне следует себя окружить. Многих из этих людей я уже заранее, и еще до этого знал. Я просто как-то сторонился их, потому что они все вот эти чертят. У меня они вот все такие, знаете? Понятно? Если этого нет здесь, покажи мне. Чуть что, начнешь что-то вякать? Ну, покажи мне это здесь. Я не знаю, о чем ты говоришь. У них все очень просто. Серьезно? Они с годами, я бы сказал, потеплели. А так-то они вообще не играются. Они не подыскивают слова, формулировки. Понимаете? Те скажут, как есть. Вот все. Так вот, я большинство из этих людей знал тогда. И избегал. А сегодня это очень близкие, дорогие мне люди. Вот мы беседовали как-то раз с Брауном. Я задал ему вопрос, который, по-моему, мне кто-то из России даже задал. И я не помню сейчас. И, по-моему, я даже... То ли я ответа... Вот сейчас не могу вспомнить. То ли я ответа... Не дал толком. То ли то, что я сказал тогда человеку, мне самому, может быть, не очень понравилось. Как я туманно там водой налил, что называется, да? И не потому, что... Потому что вроде как я знаю, но я как бы... Уложить вместе с своими людьми могу. Вот если бы... Ну, если бы потребовалось вот сказать... Нашу программу... Вот это вот все. Вот это вот, да? Вот о чем это? Вот шумарно, да? Право по-своему, меня так удивлено. Он говорит, что... Это Абоги. Он говорит, запомни, это все Абоги. Это вообще все Абоги. Это никогда, никогда, никогда не было ни о ком из нас с вами. Вот это все. Вот это все, 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 все. Это только Абоги и ни о чем другом. Это Него игра. Это не наши с вами. Серьезно? И вы знаете, чем чаще я стал себе повторять вот эту тему, тем больше я стал проникаться тем фактом, что я не такая уж и значимая фигура на самом деле. Что этот мир каким-то образом удрился просуществовать до меня очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень много лет. И вы знаете, что со мной это интересно? Он просуществует и без меня. Я вам больше скажу. Даже, скорее всего, не особо заметит. И это неплохая новость. Хотите, я вам скажу еще одну гарантированную абсолютно вещь? Что общего у всех сидящих здесь, вот в этой комнате, сейчас? Все, кто здесь находится. Что у нас у всех, вот абсолютно, вот это вот у нас у всех гарантировано. На зиму умрю. Правильно. Мы все до единого умрю. Все до единого. Вы отдаете себе отчет, что в 2222 году ни одного сидящего здесь не будет в живых? Ну, там говорят, да оттуда еще-то термот надо. Уверяю вас, что когда Коби Брайан садился в вертолет, он тоже так не думал. Все знают, о чем я говорю? Не просто баскетболист. Он был реально великий баскетболист. Потому что среди профессиональных баскетболистов, Майкла Джордана, я полагаю, вообще все слышали. Какой-то это был человек уровня Майкла Джордана. Потому что он разбился. Разбился, причем, знаешь, там действительно там жертель есть, не поймите, превратно. Я вовсе не это самое. Я не бессердечен. Разбилась очаровательная дочка. 13 лет. Разбились там еще дети. Там 9 человек разбились. Причем, а знаете что? Смотрите, принятое решение. Какой бы богатейший человек. Богатейший. Там сотни миллионов. Нет? Там реально, вот деньги девать некуда, что называется. Чем некуда? У него был личный, вот этот вертолет его. На котором он предпочитал разлетать, то есть, предпочитал двигаться. И они рассказывали, они сказали, что у него оказывается вот эта вертолетная тема, она была еще со времен, когда он по-прежнему играл за Лос-Анджелес Лейкерс. Он просто определился, что ну так легче передвигаться. Вы знаете, сколько стоит хороший вертолет купить? Там, Сикорский, который вот у них был. Ну, я думаю, Милов под 20. Так я думал бы. А знаете, сколько стоит задержать такой? Ты же не можешь его у себя на парковке задержать? Ну, я рядом со своей машиной поставлю. Нет. Это же специальные, специальные ангары для них, специальные места. Это все стоит вообще бешеных бабок. Бешеных! И вот в этот день он решает полететь там. По каким уж делам я не могу вам сказать. Ну, они решили полететь там целой группой народов. Самое интересное, что вот в интервью, которое мне кусочками удалось послушать, все те, кто профессионально летают, сказали, что мы в такую полуду не поднимаемся. Но это его частный вертолет он имеет право. Вот он и поднялся. Это к разговору о том, что мы никогда не знаем, какой будет цена. Это, кстати, еще одна причина, по которой настоятельно рекомендую звать Бога во все действия. Думаю, вот что-то мне подсказывает, что если позвать Бога вот в такого рода действия, то я думаю, что ответ прилетит, в отличие от того, какой хлеб мне покупать. Особенно, если я по-прежнему здесь нужен. Единственная причина, по которой я сегодня жив, и у меня в этом нет, никаких сомнений. Это значит, что я ему по-прежнему пока что нужен здесь. Может ли так случиться, что в какой-то момент я ему больше понадоблюсь там? Может. Может и случиться, что на самом деле это всего лишь благодать Божья? И здесь всего лишь какой-то транзит? Может. Да это так и выглядит. Вдумайтесь, вот я говорил о Боге, да? Бог. Конечно, абсолютно всемогущий, абсолютно зашкаливающий, способный на все, да? Ну вот вам тема наподобит. Это к разговору о том, что это его игра, а не наша. Все. Абсолютно все, что он создал и поставил сюда, все. Умирай. Все, абсолютно все, что здесь есть, не идеально, а у нас каким-то изляничком. Мы с нашими недостатками. Вот, видимо, есть какая-то причина, по которой мы нужны были ему именно такими. Не хотите же вы мне сказать, что он не мог сделать идеальных? Я уверен, что мог. Но по какой-то причине он не выбрал это сделать. Это к разговору о том, что чем дальше я двигаюсь по этой дорожке, тем больше меня начинают интересовать вот такие вопросы. И тем более завораживающим я это нахожу. А чем более завораживающим я это нахожу, сейчас одну секунду, закончу просто вот это предложение. Тем больше мне хочется приблизиться к нему. И чего тогда мы просим избавить нас от наших недостатков? Дело, видишь ли, в том, что есть недостатки, которыми мы обросли вот в период того времени, когда мы пытались жить исключительно на своеволе. Я тебе не говорю, во-первых, давай разберемся так. Бог не уберет все твои недостатки. Я тебя сразу успокою просто. Так же, как и мои. Вот все недостатки. Там сказано, от каких недостатков мы просим его избавить нас. Ты помнишь? Мы просим его избавить нас от тех недостатков, которые мешают нам быть полезными ему и детям его. Там ничего не сказано. От всех этих недостатков подразумевается от тех, которые... Ну, ты поняла, да, что это только что бывает? Которые мешают мне быть полезным ему. А можешь ли ты предположить? Потому что это такое тоже бывало. И не раз. Есть недостатки, которые Бог может использовать как достоинство. Я всегда, знаете, старая такая тоже замыленная шуточка, как один приходит на собеседование. Проходит собеседование, ему говорит, вы знаете, вы нас устраиваете, мы готовы вам предложить работу, но у нас есть еще пару вопросов. Он говорит, да, давайте. Ему говорит, назовите какой-нибудь свой недостаток. Неразговорчив. Ну, а какое-нибудь свое достоинство? Не болтив. Ты никогда не знаешь. И есть недостатки, от которых мы, ну, от которых нам будет избавиться, может быть, довольно легко. Есть недостатки, которые могут занять годы и годы и годы. Еще одна вещь, которую я заметил, и об этом я тоже с стариками много говорю. Есть недостатки, от которых мне начинает казаться, что я избавлен. Вот серьезно, вот что-то никак, недавно ничего такого. Причем, как правило, я замечаю это в ком-то, да? О, блин, слава богу, что я не знаю. И на следующий же день. Это вот как история с тем, как делать про своего сына. Ты же ты была, или... А, я рассказывал про своего сына быстро и сказал, что он миофофен и что он жопу бы свою забыл где-нибудь, если бы она не была приторочной кровотел. Следующее, что происходит, мы уходим на обед и я забываю свою сумку. Добро пожаловать в недостатки. Ну, нет, идеальных же людей нет. Нет, не было и никогда не будет. Наша задача это прогрессы несовершенствует. То есть, наша задача движение в лучшую сторону. Вот и все. И по этой теме... Да, 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 да. Что? 5,40. 5,40. Окей. Значит, смотрите. Я довольно коротко сейчас поговорю про 12-й шаг. Не странно. Несмотря на то, что ему уделена целая глава, и о нем можно говорить немножко больше. но я сейчас специально изолирую непосредственно тему 12-го шага, потому что там много чего накручено. Например, вот эта глава, 7-я глава, которая называется «Работай с другими». Многие думают, что эта глава посвящена спонсорству. Но это не так. И если есть сомневающиеся в том, что я говорю, если вы желаете, я могу вам это доказать очень быстро. Есть такие желающие? На самом деле, 7-я глава посвящена первым двум встречам с алкоголиком. Все. Вы же понимаете, что за две встречи никто никого не спонсорит. То есть она посвящена непосредственно теме 12-го шага. Я больше вам скажу. Не хотите же вы мне сказать, что не может такого быть, что, например, ты сделаешь мне 12-й шаг, но при этом моим спонсором окажется он? А что, такого мало было? Ты сделаешь ей 12-й шаг, но при этом спонсорить ее будешь не ты, или кто-то другой сделает ей 12-й шаг, а ее спонсором окажешься? Ты такое встречается на всех углах. Сколько народу к нам пришло, потому что кто-то в наркологии кому-то, например, сделал 12-й шаг, человек пришел сюда, но его спонсором стал. люди часто никогда больше не пересекаются с тем человеком, который приходил и делал 12-й шаг. Лучшее описание, которое я когда-нибудь слышал, опять же, принадлежит. Я бы очень хотел, чтобы... Мне надо начать... У нас, главное, у нас плагиат приветствуется, но я все никак не могу, даже после стольких упоминаний, я все не могу себя заставить приписать это себе. Хотя надо было. Собрание сочинений решали. Кто меня тут? Ленин. Принц объяснил это так. А вот в 12-м шаге у меня... Ну, во-первых, вот тот, кто открывал помещение, делал кофе, привозил все вот это, расставлял стулья, раскладывал, включал свет, рассылал это самое, заботился о том, чтобы позвать меня, аранжировали место проживания, так далее, тому подобное. Вот ту корзину, которая... Это все на самом деле хотите верьте, хотите нет. Работа внимательно, это не по 12-му шагу, хотя это, к нему прямое отношение, это по поддержке 12-го шага. 12-му шагу нужна поддержка. Собрание аланильных алкоголиков это своего рода поддержка 12-го шага. Это не 12-й шаг сам по себе, но это поддержка. 12-му шагу, непосредственно к 12-му шагу, нужна поддержка. И на самом деле, людей, обслуживающих 12-й шаг, даже больше, чем те, кто делает 12-й шаг. Их значимость, ну, ее нельзя недооценивать. Но это всего лишь обслужа, ну, обслуга 12-го шага, если хотите. Это служение. Обслужение есть обслуживание. Сам же 12-й шаг заключается в очень простой вещи. 12-й шаг, предсказал, моя задача в 12-м шаге найти алкоголика, который либо не знает, что он алкоголик, либо не понимает, что это слово означает в контексте нашей программы. Потому что, что никто никогда не встречал человека? Да, я алкоголик. А потом выясняется, что они понятия не имели, что у нас вот такое описание алкоголика. И что это под собой вообще подразумевает. И объясните ему внимательно сейчас, что есть решение. То есть, мне надо идентифицировать себя как человека, который попал в точно такую же передвягу, который страдает точно таким же заболеванием, и которому показали путь, и где то место, где это показывает. Моя задача не является ему вот прямо вот в этот момент выкладывать весь путь. Моя задача заинтересовать. Билл Уолсон усиленно пытался до того, как он встретился с доктором Бобом, усиленно пытался. Окей? Знакачать их прямо вот всей темой сразу. Это оказалось довольно безуспешно. Это было, знаешь, слух. Мы не можем столько охватить. Я не могу больше. Перегруз памяти. Это только создавало конфуз для нашей партии. То есть, нас надо как бы медленно. Просто, да, я страдаю тем же самым, что ты, и чтобы, разумеется, этот человек мне поверил. Окей? Я могу тебе показать, где то место, где ты можешь узнать о том, как это решить. Вот основная суть 12-го шапка. в главе, работая с другими, зато полным-полно материалов, которые очень важны и полезны для спонсорства, несмотря на то, что непосредственно о спонсорстве, как о таковом, там нет ничего. Некоторые мифы, вещи, с которыми приходилось сталкиваться в России, кстати, не так уж редко. Сейчас я коснусь этих вещей так быстренько. Кстати, это действительно вот в моем, потому что у Билла здесь есть места, которые, на мой взгляд, написаны, как бы это сказать, несколько более размыто, чем другие. Где-то он чуть ярче, где-то он... Но здесь, вот в этой главе, между прочим, на мой взгляд, поймите, кстати, еще одну вещь. Билл писал, да, вот, ну, его стилистика удержана, но там принимало участие в общей сложности, очень активное участие, 33, если мне не изменяет память, человек, вот активное, которые давали разные корректуры, советовали там исправить это на это, там поменять вот это местами, и он старался, в общем-то, насколько известно, хотя и со скрипом, учитывать эти вещи. Так что, кто и какие корректуры давал сказать трудно вот в этом аспекте вещей, но это групповая, так сказать, тема, вот эта глава, она сильно написана вот по какой-то причине, она выглядит на самом деле, ее можно даже сделать смеху для, как матрица. Окей? Если он провел себя вот так, вы ведете себя вот так, но если он провел себя вот так, вы поведете себя вот так, если он скажет это, вы сделаете вот так, А если он скажет это, вы сделаете вот так. Все это начинает выглядеть вот так. А если вот это, то вот так. А если это, то вот так. И он на самом деле делает довольно хорошую работу вот это. Это значит, ты сюда, а я сюда, а мы сюда, а вы сюда. Такой-то маленький танец. Значит. Значит, еще одна вот лейтмотив, который идет через всю главу, занимательнейшая. У нас чем хуже, тем лучше. Серьезно. В состоянии подавленности он будет более воспринчив. Да? Причем это вот постоянно здесь фигурирует. То ли или иное. Когда ему хреново, это хорошо. Одна из вещей, которая мне доводилась слышать неоднократно. Я хаживал в реабилитаршке, в больничке. Люди едут туда по 12-му шагу, да? В России. И очень часто они начинают там успокаивать там народ, да? Вот там это самое. Ребята, вот там тося, пятьдесят, и все будет хорошо. Посмотрите, какая интересная вещь написана здесь. Причем, пожалуйста, имейте в виду, это не я придумал, да? То есть это не Гриша сочинял. Может быть, его обеспокоило то, что вы говорите об алкоголизме. Хорошо, если это так. Чем отчаяннее он чувствует себя в этот момент, тем лучше. Ибо это может заставить его следовать вашим советам. К разговору о том, что у нас чем хуже, тем лучше. И моя задача, когда я прихожу в подобного рода заведение, не успокоить. Моя задача обеспокоить. К разговору о том, каким должен быть вектор. Теперь. Вот, Темка. У нас говорят, мы, значит, у нас, технически говоря, вроде бы, как бы, да? Заболевание, где ты сам должен поставить себе диагноз. Так ведь? А вы знаете, что так-то оно так, да тоже не совсем так. Кстати, какая интересная фраза на 89-й странице. Если вы убедились, что он настоящий алкоголик. А что это значит для вас? А это значит, когда я буду беседовать с этим нюансиком, это моя задача убедиться. Это значит, что решение относительно того, является он или не является он, буду выносить я. А теперь, пожалуйста, не попутите, потому что чуть ниже, сказано следующее. Постарайтесь не вешать на него ярлык алкоголика, он должен сделать выводы сам. То есть, я таки поставлю вот здесь ему диагноз. Я ему просто озвучивать его не буду. Но это вовсе не означает, что мы не судим, кто алкоголик, а кто не. Еще как судим. Это в соответствии с тем, что здесь написано. Еще как судим. Я просто ему не буду говорить. Но это он пусть решает сам. Потом, вещи, которые... Так, 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 сейчас я найду. Какие вещи? Напомните ему, что возлее заботится о благе других, чем о своем собственном. Опа-на. То есть, мы начинаем говорить о альтуризме фактически. С самого начала. Значит, еще, тоже очень важно у нас вот. Ну, там же написано, вот я слышал это от людей. Ну, там же написано, что в общении с алкоголиком лучше всего не проявлять чрезмерного мнения и не выказывать стремление переделать их. Ну, выказывать стремление переделать, а в общении это самое-то. Ну, а кого я могу переделать? Тоже у меня нашелся передельщик. Это при первой встрече. Это описание первой встречи. Когда они обращаются к лучшему проявлять чрезмерного рвения, а чрезмерного рвения, вот чтобы вы поняли, в старые времена, да? В старые времена ты приходил, и ты либо был готов работать по шагам, и тогда с тобой были, к тебе были готовы вот все, что хочешь, и брали к себе жить в те времена, и все, что, все, что, то есть они были реально готовы в тебя вложиться. Либо, если ты был не готов работать по шагам, иди еще, бери! Там ницескались, там ницескались, там ницескались, там у тебя не было опции, а давайте я подожду, просто к вам похожу. Ты хочешь просто походить, иди вон там вон походи. И такая вещь, которую я обнаружил очень часто, вот смотрите, мы говорили, я озвучил уже, и я просто покажу, просто подемонстрирую хотя бы одну. Я сказал о том, что здесь очень много чего полезного для спонсорства. Если вы спонсорите народ, то в какой-то момент, если этого даже еще пока не произошло, обязательно вам будут звонить, там, я не знаю, мама, папа, родственники, ну в моем случае звонят иногда жены, да, подруги. Или вам будут звонить, я не знаю, там, может, если ты спросишь девочку, может позвонить ее пацан, там, эй, подруга, слушай, надо что-то делать, да, она там, это, то, всего, пятое, десятое. Особенно, ну, мамы больше всех, мамы, ах, ох, ох, эх, все как прям вот, прям кудахтать начинают. Их надо понимать с точки зрения того, что они же тоже порушены. Но они реально, мы же, мы способны такой нанести моральный ущерб, из которого потом вылезать годами. Если они пойдут в Аланон, очень много будет, очень плохо, да, да, да. Но с этой точки зрения, мы как алкоголики, я, например, в Аланон никогда не была. Я какое право имею человеку делать 12-й шаг, когда ему нужно в Аланон? Нет, а тебе никто не говорит, что тебе надо делать ему 12-й шаг. Я в таких случаях советую человеку обратиться в Аланон, потому что организация была создана непосредственно для людей с проблемой, а она пришла к тебе с этой проблемой? Да, нет, она пришла ко мне, чтобы я решила проблему ее, ее дочери. Нет, подожди, что ты ей говоришь, я, а вот теперь ответ, вот тебе ответ, вот ответ, страница 92. Если ему, или ей, суждено обрести Бога, желание должно родиться в нем само. Я говорю в таких случаях, знаете, я очень хочу, чтобы ваш сын выздоравливал, но мое хотение или ваше не будет иметь никакого значения. И еще будет суждено, либо ему суждено найти Бога, либо нет. К сожалению, ни вы, ни я над этим не в вас. Я говорю, я и вас, я буду всячески стараться помочь, как я могу. Но пока что я рекомендую вам загребать в Аланон. Есть. А что такое Аланон? Это сообщество, которое было основано людьми, которым приходится жить с такими, как мы. А вы как раз тот самый человек. Теперь. Слушайте, такая вот фраза. Прикольнейшая. 94-я страница. Помощь другим-основа нашего выздоровления. Не сказано шаги-основа нашего выздоровления. Тут сказано помощь другим-основа нашего выздоровления. И вот какая интересная штучка. Без основы построить все остальное невозможно. Но и на одной основе тоже не проживешь. Для того, чтобы строить все остальное, понадобятся шаги. Но основой является помощь другу. Дальше. Такие вещи. Напомните вашему другу, что его выздоровление не зависит от людей. Они же будут постоянно. Вот, блин, если бы мама меня не пилила, я бы не бухал, да? Ой, если бы у тебя была такая жена, как у меня, ты бы тоже пил. Ой, там это самое. Если бы у тебя вот такой начальник. Ну, вы же знаете, мы же всегда найдем вот это самое. Окей? Оно зависит только от его взаимоотношений с Богом. Сейчас. Здесь тоже, кстати, есть обещание. А, смотрите. Я много слышал, а вот это притащили. Совершенно однозначно я извиняюсь. Окей? Про границы, границы, границы. Все слышали? Границы, границы. Пограничники. Знаете, хорошо было сказано однажды. Кто-то сказал, что вы вообще когда-нибудь границу, настоящую границу видели? Вы знаете, сколько стоит содержать границу? Содержание границы – штука безумно дорогая. Границы на взаимоотношениях. Границы на это, границы на то. 98-я страница. Любая схема борьбы с алкоголизмом, основанная на том, чтобы оградить алкоголика от соблазнов, обречена на неудачу. Вот вам и все границы. Вот вам и все границы. Границы с такими, как я, точно не работаю. Потому что я тот человек, который, знаешь, я даже не хотел это делать. У меня даже в голове этого не было. Пока ты мне не сказала, что нельзя. А теперь я уже принципиально хочу. Я никогда не это сам. Он говорит, вот отношения, отношения, отношения. Ну, статистически, скажем так, даже статистика не на вашей стороне в таких случаях, я говорю своим гаврикам. Ну, я не знаю. Может быть, тебе и надо. Если ты пришел спрашивать у меня, ну, надо мне, вот, вот у меня девушка, там, то, сё, пятая, десятая, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Или я там встретил девушку полумесяцем брови. Я особенно люблю, когда они в репах встречают друг друга. Мне бог ее послал. И оба сидят в резиновых тапках. Но при этом, знаете, что самое смешное? Рассказываю вам из своего личного лома. Я лично знаю, две пары, лично. У него было 9 лет трезвости, у нее было 9 минут, что называется. Они познакомились, и ребята, они уже вместе, вот она моего захода. То есть у нее там, где-то, пятнадцать, я бы не считал ее дат, но она, где-то, моего близкого. То есть где-то в этом районе. Они женаты, у них двое детей, они чудесная пара. Это в сообществе в Штатах. Я знаю еще одну пару. Тоже занимательная, а не очаровать. Она очень смешная такая внешне. Вот красивой ты ее вообще не глазуги назовешь. Такая, она не просто пухленькая, а такая толстенькая такая-такая вся. И он точно такой же. Вот они как два, это самое, прям вот шерочка с машерочкой. У нее было, по-моему, 3 месяца трезвости, что-то такое. А у него что-то 4. Ребята, у них тоже там было трое детей или что-то. Они тоже приблизительно, то есть у них, у того и другого за десятку, они очень хорошая семья. А кто я такой, чтобы говорить? Вот, например, первый год никаких взаимоотношений. Я слышал про такие дела. Я считаю, что это в этом случае человек, который говорит это, играет роль Бога из лучших побуждений. Я понятия не имею. Моя задача как спонсора озвучить тебе, что с точки зрения статистики, ну, шансы не очень велики, что у тебя срастутся хорошие взаимоотношения. Потому что ты просто не умеешь их строить. Если ты больной человек, какие шансы того, что у тебя будут здоровые взаимоотношения? Надо хотя бы выздороветь для этого, для начала, не так ли? Но при этом я и останавливаю никого не буду. Я реально не знаю, может ли так случиться. Да, вот у меня, пожалуйста, два примера, которые мне известны. А это люди, которые я лично знаю. Я с ними хожу на группу. Я еще массу историй слышал по этому поводу. Кроме всего прочего. Но, в основном, это не срастается. А ты можешь из-за этого сорваться. Я уверяю вас, мы срываемся не из-за этого. Мы никогда, никогда, ни из-за кого не срывались. Это просто история, которую мы сами себе рассказывали. Никто не имеет над вами такой власти. Только вы можете дать им эту власть. Никто и никогда. Ну вот разве что тебя реально поймали бандиты, скрутили тебе руки, вставили тебе воронку, куда-нибудь, я уж не знаю куда. Но если не туда, то перевернули тебя. И стали вливать в тебя это. А ты отплевывался или отплевывалась сколько могла, а потом больше не смогла. Вы понимаете, да? Нам никто руки не закручивает. И даже люди, у которых очень маленький, допустим, на тот момент срок трезвости, когда и если у них случаются такие вещи, если они выполнят, будь здоров, если они выполнят самую минимальную вещь, как, например, помолиться и позвонить в этот момент спонсору или кому-то из, так сказать, рядом стоящих, я уверяю, у вас шансы невелики, что они пойдут бухать. Шансы невелики. И да, эта тема, она будет продолжаться до тех пор, пока я двигаюсь. То есть наша основная задача, это то, что приводит новых членов сообщества. Бывало ли так, что человек сделал другому человеку 12-й шаг, а потом стал его спонсором? Конечно, бывало ли так. И бывало так много раз. Но это вовсе не означает, что только потому, что я кому-то сделал 12-й шаг, я буду спонсором этого человека. Вот о чем здесь речь. И как я уже сказал, это всего лишь о первых двух встречах. Вы же понимаете, что за две встречи ты никого особо не отпонсоришь. Но там много полезного, именно еще и с точки зрения того, как общаться с этим человеком, и на что продолжать ему напоминать, о каких вещах. И что иногда придется говорить тем, кто дергает тебя по поводу этого человека. Вот, а вы скажите, а он на собрание ходит? Я не знаю. Вот он мне говорит, что ходит. И хорошо. Вот, а что делать, а как быть? Да, надо чем-то ему помочь. Он снова запил. Приходится опять возвращаться к этой теме снова и снова и снова. И, как я уже сказал, если моя задача быть полезным человеком, я знаю, что есть сообщество, которое занимается специально людьми, у которых подобная проблема, ну так это моя задача сказать человеку о том, что такое сообщество существует. Я сейчас права на. Вот вам, наверное, и вся тема 12-го шага. Сколько у нас осталось? У нас ровно 18.00. Если хотели, немножко вопросов, то... У меня вопрос, у какого плана? Борисович, несколько лет назад мне сказали определение спонсора и наставника, вот таким образом. Что спонсор это человек, который ведет по шагам, конкретно. А наставник это человек, который поддерживает любого другого, неважно, для него он является подопечным или нет, в жизни по шагам, то есть наставляет, и т.д., и т.д. Мне интересно, на это время. Не, ну это именно так, просто я могу тебе сказать, что происходит. В определенный момент, да, вот в этом движении, мой спонсор, я по-прежнему называю его мой спонсором, он никогда, вот он для меня, он всегда останется в этой ипостаси. Но на самом деле, сегодня он как бы наставник номер один. Я просто уточняю, потому что некоторые ко мне проходили, когда я уточняла, спонсор или наставник, и уточняли, а кто тебе это сказал? А мне это сказал один из моих спонсоров, потому что был он есть. Ну, потому что, я тебе скажу, потому что в России где-то я встречался в текстах, что наставник, наставник, что-то такое наставника, а на самом деле в английском там было слово спонсор. Поэтому эти слова стали как... То есть это так и есть? Да. А тут доверие на лицо, наставник, так, тонко. Так, я считаю, что нам надо помочь, мы, как мы можем, что нужно сделать, чтобы здесь убрать? Слушай, я так понимаю, что здесь еще убрать? Ну, давай закроем. Да, ну это само-самое, просто я... Потому что мы когда мы будем это... Когда здесь будет шумгам, сейчас же все вскочит и все... Не-не-не-не, ни в коем случае. Мы еще можем чуть-чуть времени вопросам... Да. У нас есть? Ну давайте определим, давай еще можем 15 минут. Вопрос. И потом закроем. Я? Что? Я тут? Я стою, я жду. А я стою, чего-то жду. а у меня по разным я кстати особо то про медитацию не говорил но у меня довольно много материалов по этому поводу значит когда я дома сегодня у меня получилось и мы